Коронавирус вскрыл множество проблем. Вирусологи при изучении путей передачи инфекции нашли совершенно неизученные способы заражения, на которых раньше даже не акцентировали внимание. Один из них – наличные деньги. Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации при их использовании в период эпидемии коронавируса. Что по этому поводу думают веричане, как лучше рассчитываться в магазинах, разбирались наши корреспонденты. Покупка продуктов питания, товаров для дома, оплата услуг ЖКХ и разных процедур – все это не только ежедневно оплачивают россияне. Но какую форму для этого выбрать, каждый решает сам, порой не задумываясь о безопасности. Обычно наличка маршруткой картой. А почему наличкой? Мне так удобно, просто привык, потому что с детства плачу и все. Деньга. А почему? Не знаю. Привычка? Да. Я картой. А почему? А мне так удобно. Не нужно там думать, считать, сколько в пищевке. За наличными. Почему? Потому что карты могут украсться. Когда наличными, когда картой. А в зависимости от чего решаете? Ну, в зависимости от того, когда карту бывает дома, оставляю. Поэтому наличными. А как лучше карты, конечно. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, денежные банкноты несут большую опасность, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Новый ковид-19 настолько заразен, что если вы имеете дело с наличными купюрами, необходимо тщательно мыть руки и не трогать руками лицо. По сообщению вирусологов, продолжительность жизни вируса на бумажных носителях достигает аж 3-4 дней. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать. Но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Настоятельно рекомендуется мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. Роспотребнадзор по этому поводу дал свои рекомендации. Сообщил, что наиболее безопасными все-таки являются бесконтактные платежи. Однако аналогичные меры предосторожности следует соблюдать и при такой форме. Высок риск заражения при введении пин-кода в банковских терминалах и в кассах супермаркетов. Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. В любом случае не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны смартфоны дезинфицирующими средствами. А если вы работаете с деньгами, что ежедневно делают кассиры в супермаркетах, например, то меры предосторожности должны быть еще жестче. Операторам банковских учреждений, работающим с наличными, лучше защищать свои руки перчатками, лицо маской, глаза очками, дезинфицировать рабочие поверхности, часто и тщательно мыть руки. Не стоит забывать и о дезинфекции смартфонов специальными средствами.